Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжаю цикл рассказов о происхождении человека на планете Земля. Что происходит в момент зачатия и как развивается зародыш человека? Первый раз или нет живет каждый из нас на планете Земля? И что такое реинкарнация? Можно ли увидеть прошлое и будущее? Перемещаться в пространстве и времени? Одиноко ли человечество во Вселенной? Вот такие вопросы задает каждый из нас. Такие же вопросы задавал себе всю жизнь наш современник Николай Викторович Левашов. Задавал себе и давал ответы на них. Естественно, что как любой человек он мог ошибаться. Но ошибался он или нет, пока нет однозначного ответа. Но он искал ответы на эти вопросы. Регулярно сообщал в своих книгах о найденных решениях. Но его не слышали. Или не хотели слышать. Так одиноко ли человечество во Вселенной? На этот вопрос ответит любой, лишь немного подумав и поразмышляв неортодоксально. Представьте себе, что хотя бы лет сто назад на планету Земля пришли радиосигналы с другой планеты с просьбой ко всем разумным существам откликнуться на это послание. Как бы их услышали и ответили на это послание разумные жители Земли? Да никак. Потому что тогда на Земле еще не было радиоприемников и дешифраторов, чтобы принять и расшифровать эти сигналы. О них бы просто никто не узнал. И другое. Большинство цивилизаций в космосе находятся на качественно другом уровне развития, когда информация передается и принимается не с помощью радиосигналов, а ментально и голографически. На Землю идут тысячи сигналов из космоса от других цивилизаций в виде объемных голограмм с желанием установить контакт с разумными жителями планеты Земля. Но большинство людей не понимает, не знают и не могут получить эту информацию. Так писал Левашов в своей книге «Последнее обращение к человечеству». Те же, кто это может, переводят эту информацию на доступный остальным людям язык. Но, к сожалению, и в таком виде эта информация отвергается. Так было в свое время и с третьим обращением Коалиционного отряда наблюдателей – КОН. Объединение цивилизаций нашей галактики, переданное Николаем Рерихом в 1929 году. В сети есть много источников, где можно прочитать это обращение. Если кто-то, конечно, заинтересовался, то это ему не составит труда. Текст этого документа довольно-таки объемен, и я не буду его зачитывать. Повторяюсь, что любой желающий может с ним ознакомиться. Ссылку я оставлю в описании. Каким же образом это обращение к человечеству достигло уже миллионов людей? А дело было так. В 1929 году на волне 75 метров была поймана необычная радиопередача. Некто, назвавшийся Никома и представившийся посланником инопланетной цивилизации, на разных языках по два часа читал меморандум, называемый сейчас посланием КОН. Передача велась всего один день. Об этом частично упоминалось в книге Брэда Стайгера «Встречи с чуждым» 1977 года издания и передаче советского телевидения «НЛО. Необъявленный визит» в 1990 году. Интересно, что подобная ситуация повторилась 27 ноября 1977 года. Юго-западнее Лондона, на территории, представляющей собой круг диаметром 120 километров, произошло нарушение телевещания. Изображение с экранов исчезло, и неизвестный голос сказал, что он представитель внеземной цивилизации, что земная цивилизация идет по неверному пути, землянам необходимо уничтожить все орудия зла, времени для этого осталось очень мало. И если люди не предпримут необходимых действий, им придется покинуть пределы галактики. Расследовавшие это дело специалисты лондонского телевидения утверждали, что, вообще говоря, не представляют, какие шутники могли бы оказаться способными это реализовать. Для подобной акции требуется очень громоздкая и дорогостоящая аппаратура. Информация об инциденте была передана радиостанции «Голос Америки» и советским радио 28 ноября 1977 года в вечерней международной панораме. Указывалось, что в связи с этим представитель английской полиции заверил слушателей, что инопланетянин скоро предстанет перед землянами на скамье подсудимых. Однако эти заверения остались пустым звуком. Так что такое обращение кон, фальсификация или реальность? Это сообщение вызвало немало споров по поводу его природы появления. Одни считали, что это просто розыгрыш, а другие, напротив, уверяли, что это весьма похоже на правду. В пользу истинности переданного послания имелось несколько интересных фактов. Что удивило ученых, так это тот объем информации, который содержался в послании от Конн. По своей обширности, многогранности и аналитике становилось понятным, что подобный текст мог бы составить только целый институт работников, трудящихся в разных областях науки. Тот же институт потребовался и для анализа всего переданного. В своем сообщении Никома затрагивал такие темы, о которых ученые того времени знали лишь в общих чертах. Например, он знал о теории расширяющейся вселенной, которая в 29 году прошлого века еще только была выдвинута. В послании она называлась ошибочной. И предсказал, что через 10 лет на Земле разразится мировая война. Если считать это шуткой, то тогда становится понятным, этот розыгрыш слишком грандиозен, чтобы быть просто розыгрышем. Немаловажным доказательством правдивости сообщения Конна является тот факт, что трансляция передачи велась на весьма обширную территорию, а в то время вести такие крупные радиопередачи мог позволить себе далеко не каждый. Послания инопланетян были и в древности. Никома в своем послании утверждал, что это уже не первое обращение инопланетян к землянам. Первое состоялось в 576 году до н.э. и обращено оно было к жителям крупнейшего в то время города Апура-Дрхапура. Второе послание было сделано через 1287 лет, уже в 711 году н.э. Адресовано оно было населению американского континента, жители которого, по мнению Конна, на тот момент имели самый высокий уровень развития и было распространено в городе Ткаат-Цет-Куакль. Видимо, люди не должны были знать о том, что было сообщено в предыдущих посланиях. Именно поэтому время распространения было подобрано таким образом, чтобы за срок, прошедший от 1 до 2 и от 2 до 3 посланий, был настолько велик относительно технологического прогресса хранения записей, что не осталось никаких преданий и летописей о предыдущем сообщении. Третье послание Конн к человечеству относится в основном к космологии. Оно затрагивало разные вопросы, касающиеся нашей Вселенной, и говорило о многих неверных догадках, теориях человечества об устройстве мироздания. Также в обращении была информация, что мы не единственная раса, живущая на планете Земля. До нас, современных людей, на планете было несколько рас, но в процессе взаимодействия между собой более грубые расы стали уничтожать высокоразвитые и гуманные. Так длилось до тех пор, пока самая слаборазвитая в духовном и умственном плане и самая жестокая механизированная раса не уничтожила всех остальных и стала господствовать на планете Земля. Мы и есть ее правнуки. Из-за своей привитимности и узколобости современные люди никогда не дадут появиться новой расе, если, конечно, не начнут духовно и умственно развиваться, и не создадут условия для появления новой цивилизации. Или если сами себя не уничтожат полностью. Конечно, можно предположить, что мы уже стали развиваться и меняться, ведь уже сейчас существуют дети Индиго, которые полностью отличаются от нас. Все же главной темой послания было следующее. Инопланетянин предлагал землянам вступить в галактическую коалицию, насчитывающую в своем составе уже 220 тысяч разумных цивилизаций. Причем сделать это надо в максимально кратчайшие сроки. Такая спешка была вызвана, по словам Никома, по приближающимся гравитационным циклонам, который может уничтожить Землю. Поэтому у землян есть всего 65 тысяч лет на обдумывание поступившего предложения. Видимо, у инопланетян свои представления о времени. Зря они питали надежды, что земляне им ответят. Ведь нам, людям, нет никакого дела до циклона, который придет аж через 65 тысяч лет. Да, к тому же, в том 1929 году правительства всех стран не только не ответили на призыв братьев по разуму, а даже не хотели слышать об этом сообщении. Следующий мой ролик будет продолжением этого. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Здесь не скучно. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Продолжение следует...